Продолжение следует... Продолжение следует... Еще раз повторюсь, ребята города Демитрограда, Меликеса и Новомолоклинского района. Наряд установили нам 196 человек, 20 по Новомолокли, 32 по Меликесскому району и 144 это города Демитрограда. То есть получается каждый шестой будет призван, да? То есть более тысячи вызывают, а наряд около 200 человек, да? Да, наряд, конечно, можно сказать, что не очень большой, но очень требовательный. А в этом наряде будут опять освещены молодые люди, которые имеют возможность вождения грузовых машин, это водительская категория С. Это большое внимание учитывается образованию. Поэтому, наверное, хочу обратиться к родителям тех молодых людей, которых вызывают в настоящее время на медицинскую комиссию, и кто не закончил обучение, то есть у них отсрочки до 2013 года. Не переживайте, пожалуйста, они, конечно же, закончат обучение. Раньше получение защиты квалификационных экзаменов мы их не заберем. Армии нужны специалисты, а не те молодые люди, которые не владеют навыками. То есть, получается, кардинальных изменений, наверное, в принципе, нет. То есть, как ранее действовали отсрочки, так на сегодня они действуют. Срок службы также остается год, либо полтора, то есть вот по федеральным каналам изменений не слышали, нет на сегодня? Да, действительно, срок остается ровно год. Срочки мы предоставляем на основании закона о воинской обязанности военной службы, статьи 24. Последние изменения в насилие в 2008 году. На сегодняшний день изменений нет. То, что касается отсрочек, хочу повториться о том, что отсрочки предоставляются по образованию, по семейному положению. По семейному положению это молодые люди, которые имеют двух детей, либо одного ребенка инвалида, им предоставляется до трехлетнего возраста. Те люди, которые ухаживают, либо опекают своих близких родственников, это папа, мама, сестра, дедушка, бабушка, которые находятся в бездвижном положении, являются инвалидами первой группы. Таким молодым людям мы предоставляем отсрочки для последующего ухода за близкими родственниками. Вот поговорим о медицинской комиссии, она как раз-таки тоже уже идет. И вот ребята, ну не знаю, наверняка зачастую приходят только с паспортами. А нужны ли еще какие-то документы, я не знаю, медицинская книжка, либо ничего не нужно. Вот повтори, подскажите и расскажите, наверняка многие не знают. Да, конечно же, потому что почему необходимы другие документы, какие именно? Это амбулаторная карта, страховой полюс, потому что у нас работает медицинская комиссия, которая прикомандирована с нашей в ГУС-172. То есть те врачи работают, они не у нас работают врачи эти, они врачи городские, которые ведут прием в поликлиниках, а потом приходят к нам. Поэтому им необходимы страховые плюса, амбулаторные книжки. В настоящее время амбулаторные книжки нами запрошены, а на тех молодых людей с поликлиник, на которые они лежали в регистраторе, а у кого эта книжечка лежала спокойно дома, то ее нужно, конечно, с собой взять и принести. Еще просим молодых людей иметь результаты анализов. Каких? Это кровь, моча, ЭКГ с описанием и флюорография. В настоящее время большой порог заболевания тупоинфекциями, поэтому флюорография обязательно полугодовая. А вообще кто вызывается на комиссию? То есть это ребята, вот возраст какой? 17 лет, 18 лет. И вот наверняка есть ребята, которые негодны, да? То есть им 18 лет, но их же наверняка тоже вызывают на комиссию. Эту ситуацию тоже поясните тогда. В настоящее время прилежат вызовы на мероприятия, связанные с призывом, граждане, начиная с первой половины 95-го и заканчивая 86-м годом. Этим молодым людям, которым до 15 июля исполнится 18 лет, это граждане 95-го года рождения, и молодые люди, которые исполнятся 27 лет в этом году, это молодые люди 86-го года рождения. Ну, не всех, а избранным. Почему избранным? Потому что ребята уже проходили медицинскую комиссию, кто-то уже получил отсрочки от призыва на военную службу. Но это именно те молодые люди, которые в стенах нашего военкомата проходили медицинскую комиссию и присутствовали на призывной комиссии. Тот, кто дома тихонечко сидит, успокоился, и думает, что ему заочно предоставили отсрочку от призыва на военную службу, ошибается. Все предоставляет военный комиссариат. Ни институт, ни какая-либо работа. Именно отделы военного комиссариата. То есть отсрочка предоставляется на основании медицинской комиссии. Предоставляется она молодым людям, которые годны по состоянию здоровья. Если у молодого человека присущи какие-то проблемы, мы выясняем, можно ли выдать этому молодому человеку военный билет, можно ли ему предоставить отсрочку для последующего его излечения. Потому что после каждой первоначальной постановки на военский учет, после каждого призыва, мы в лечебные учреждения направляем списки, для того, чтобы они уже знали, полечили, может быть, отреагировали. В принципе, для этого амбулаторная карта спрашивается, для того, чтобы мы посмотрели, не обманывает нас призывник, действительно ли он лечится, действительно ли он обращается к врачам. То есть документы, необходимые для этого. И те молодые люди, которые уже получили образование, либо водительские права, для того, чтобы их отправить в нужное место службы, куда действительно необходим этот человек по специальности, мы затребуем и эти документы. Поэтому большая просьба к молодым людям, пожалуйста, имейте с собой ксерокопию паспорта, ксерокопию диплома и водительские права. И контактные телефоны сразу подсказывайте, у кого возникнут вопросы после эфира, чтобы можно было позвонить. Телефончик 2-61-30, это 209-й кабинет, все консультации дают по этому телефону. Елена Варина, вот, допустим, ребята уходят в армию, в этом году будут уходить у кого-то уже, допустим, на сегодня есть супруга, и супруга может быть в положении. Какие-то моменты проговорите, допустим, ждаете ребенок, может ли молодой человек приехать хотя бы на пару дней, допустим, как это происходит, там регистрация ребенка, вот эти моменты тоже уточните. Очень часто родители обращаются с таким, с подобным вопросом к нам в отдел военного комиссариата. Но хочу, наверное, не очень обрадовать родителей, в плане того, что отдел военного комиссариата не участвует в ходатайстве молодого человека, для того, чтобы вызвать его, грубо говоря, из армии, а подсказывает, как необходимо реагировать. То есть, да, если действительно родился ребеночек, если возникла какая-то семейная необходимость вызвать из армии, отдел военного комиссариата направляет на прием военному комиссару Ульяновской области, военный комиссар Ульяновской области беседует. Если действительно родственники находятся в тяжелом положении, то есть тяжелое положение что это? Стояние здоровья, послеоперационное, либо предсмертное. Вот в этом случае мы ходатайствуем о вызове молодого человека из воинской части. Если же молодому человеку необходимо расписаться, заключить законный брак, либо зарегистрировать ребенка, то он может написать заявление, рапорт на имя командира воинской части. Если есть возможность приложить какие-то ксерокопии документов о том, что действительно была зарегистрирована справка о рождении ребенка с роддома, либо какой-либо другой документ, который свидетельствует о том, что действительно мальчику необходимо прибыть сюда, в Димитровград, либо зарегистрировать ребенка, либо зарегистрировать брак. Предоставляется по закону о статусе военнослужащих, то есть каждый гражданин имеет право на 14 дней по семейным обстоятельствам, но единственная оговорка – на усмотрение командира воинской части. То есть если командир воинской части посчитает его нужным отпустить, да, зарекомендовал он себя с положительной стороны, это не будет самовольное оставление воинской части, потому что потом не всегда очень хочется возвращаться в стены воинской части, оставаться дома под крылышком мамы и с любящей женой. И очень мало времени остается на эфир. Буквально несколько слов проговорите, пожалуйста, о спортротах. Вот в этом году как раз-таки они вводятся. Что это такое и кто имеет право там служить? Немножко расскажите об этом. Да, действительно, в этом году проявляется такой эксперимент, вернее, возврат из советского прошлого. Спортрот у нас открылась в городе Самаре. Для того, чтобы служить в этой спортроте, необходимо иметь коволюционный документ либо мастера спорта, либо КМС. Что для этого нужно? Да, кандидат мастера спорта. Что для этого нужно? Обратиться в спорткомитет. Спорткомитет делает в Москву заявку. Москва спускает нам направление о том, что да, действительно, молодой человек такой и есть. И спортворота его будет ждать. А нам в подтверждении этого документ о том, что он действительно является спортсменом. Только Самара? Один город? Только единственная Самара. Пока эксперимент начинается в Самаре. Там, наверное, дальше будут другие города. И хотелось бы отметить, наверное, молодым людям, которые имеют статус сироты или являются опекаемыми, прошу вас иметь с собой документы, которые подтверждают этот факт. Огромное спасибо, что пришли в нашу студию. Вам удачно провести призыв этой весной. Спасибо и вам, телезрители, что смотрели прямой эфир. И еще раз напоминаю, что сегодня в гостях в нашей студии был начальник отделения призыва Елена Валерьевна Черникова. Всего вам доброго и до новой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова